Здравствуйте! Приветствуем вас на канале Европлант Лайф. Сегодня у нас очередной репортаж с площадки садового центра Европлант. Пришло много интересных растений, и я выбрал буквально несколько, о которых стоит обязательно рассказать, потому что это настоящие и коллекционные редкости, как на Северо-Западе, так и в принципе вообще в России. Они достаточно редко приезжают, может быть даже впервые. Первое растение, на которое хочу обратить внимание, небольшая калина. Калина анандага. Она такая сейчас в не очень презентабельном виде, потому что только что пришла с машины, но уже вот все растения, которые пришли, разобраны и отложены. Надеюсь, что придет еще. Калина очень интересная, у нее сиреневые бутоны, она образует красивые такие щитки. На фотографии вы рассмотрите ее подробнее, присмотритесь. Очень интересное перспективное растение для Северо-Запада. Как говорят, отлично у нас зимует, и не очень ее поражают различные болезни, в том числе и насекомые тля, которые любят очень калину. Эту калину не ест так обильно. Побежали дальше. Смотрю, на что упадет взгляд. Пока что не все упорядочено, не все стоит на своих местах. Но мы сейчас обязательно... Вот. Помните, у нас были замечательные ролики от Ольги Чененковой, которая рассказывала нам про ругозы и про чебушники. И, наконец-таки, ругозы к нам пришли. В разных кондициях. Некоторые достаточно приличные, некоторые вот небольшие. Замечательная ругоза Snow Paulement. По-моему, пришло 4 или 5 сортов. И пришли чебушники. Сейчас будем их искать. Так, а вот и чебушники. Minnesota Snow Flake. И еще, по-моему, тоже 4 или 5 сортов от Ольги Чененковой. Обязательно нужно приобрести. И лично я себе точно их возьму. Так, что еще интересного мы видим? Так, вижу. Пришел замечательный хиномелес. Японская айва, как ее обычно называют, но с очень необычными цветами. Потрясающие розочки. Попробую найти веточку с большой розочкой. Растение в небольшой кондиции, но уже цветущие, цветущие у самой земли. Как известно, в местах своего произрастания это могут быть огромные 4-метровые деревья. У нас это почвопокровное практически растение. С ним очень хорошая зимостойкость. Но ради таких красивых цветов и плодиков, которые образуются, и изменения окраски листвы, я бы тоже рекомендовал его приобрести. Так, и у нас пришла голубика, уже цветущая. Слышите? Ну вот, голубику, конечно, берут не за цветы, а за плоды. Но у этой совершенно очаровательные цветочки. Посмотрите, какая она декоративная. Так, что мы еще можем посмотреть? Пойдем. Туи, туи, туи. Огромное количество хвойных. Наверное, нам придется опять звать Витя Тропченко, чтобы снимать и разобраться во всех этих соснах. Посмотрите, какой огромный пришел рододендрон. Из серии Лайтс, по-моему. По-моему, это Голден Лайтс, если я не ошибаюсь. Пока еще нет этикетки. Так, вижу еще одну Калину. Калина Розеум, обыкновенная. Тоже такой хороший взрослый, но небольшой кустик, уже с бутончиками. Ну, Калина эта давно у нас уже известная. Просто поскольку я ее увидел, решил обратить внимание. Божечки мои, вынесли замечательную яблоню. А не собрались ли ее уже продать? Так, кто же это у нас? Тина! Посмотрите, какое обильное цветение. Не знаю, даже образует ли такая яблоня плодики. Но за такое цветение, мне кажется, такую яблоньку стоит привезти к себе на участок. Как ты считаешь, Арсений? Ну что, на этом мы и закончим. Не будем мучить наших зрителей, пока люди бегают по площадке и расставляют растения. Но обязательно поскорее приезжайте, потому что растений очень много и их быстро разбирают. Все, на этом я с вами прощаюсь. С вами был канал Европлант Лайф и Андрей Смирнов. Так, и обещанное растение из нашей зимней серии, Самрис камень, я рассказывал про экзохорду. И вот она к нам наконец-таки приехала, сорт Зебрайт, вот с такими замечательными гроздьями цветов, в крупной кондиции, вообще замечательная. Не очень много, кстати, тоже. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!